Смоленская АЭС Смоленская АЭС О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе первой и второй энергоблоки суммарная нагрузка 2099 мегаватт, существенных замечаний по работающим блокам нет, третий блок восьмые сутки, текущий ремонт СВРК, работы в графике. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 13 дней января составила 665 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Совет руководителей предприятий Десногорска, который возглавляет директора Смоленской АЭС Павел Лубенский, подвел итоги работы за 2019 год. Из разных источников финансирования на развитие города было направлено 82 миллиона рублей, из них свыше 50 миллионов средства атомной отрасли. В 2019 году продолжилась реализация благотворительного проекта «Любимый город», финансируемого Смоленской АЭС, федеральной программой формирования комфортной городской среды, социально значимых инициатив при поддержке фонда АТРАЭС. В Десногорске отремонтированы 12 участков дорог, открыты две новые детские площадки, приведены в порядок существующие игровые формы, установлены скамейки и урны в парках, на остановках благоустроена зона отдыха в 4-м микрорайоне, 3 двора в 1-м, 3-м и 7-м микрорайонах, завершена реконструкция пляжа, открыта скейт-площадка. Практически 10 миллионов из программы «Любимый город» направлено на ремонт образовательного учреждения. Продолжил развитие проект «Бережливая поликлиника», реализуемый с 2017 года в МСЧ-135 при поддержке Смоленской АЭС. В этом году на повышение качества медицинского обслуживания жителей станция выделила более 8 миллионов рублей. Более 8 миллионов рублей направила Смоленская АЭС на реализацию второго этапа проекта «Бережливая поликлиника». На эти средства в медико-санитарную часть номер 135 в Десногорске приобретено новое оборудование. Мы рады, что проект, который начался еще в 2017 году, он не остановился и продолжил свое развитие. Те процессы по «Бережливой поликлинике» в рамках ПСР-проекта были начаты и были на тот момент реализованы. Они получили свое продолжение благодаря Смоленской атомной станции, концерну «Росэнергоатом». Эта история продолжилась. Продолжается работа по внедрению процессов, которые улучшат работу нашей поликлиники. Продолжилась закупка оборудования. В этом году мы получили оборудование по функциональной диагностике, лабораторной диагностике, оборудование для оснащения кабинета офтальмолога, компьютерную технику. В поликлинике полностью оборудован офтальмологический кабинет. С помощью высокотехнологичной аппаратуры для жителей города производится диагностика стигматизма, миопии, оценивается рефракция глаза, выполняется порядка 30 тестов на определение аккомодации. Ушли в прошлое стеклянные линзы и оправы для определения остроты зрения. Теперь очки подбираются в автоматизированном режиме быстро и качественно. Благодаря появлению нового электрокардиографа и аппаратов для холтеровского мониторивания в кабинетах функциональной диагностики удалось развести потоки пациентов по заболеванию и медосмотрам, сократить время ожидания ими процедур. Поступил новый электрокардиограф. Он современный в том плане, что он как планшет, сенсорный. Он может выводить на бумагу распечатку делать, может передавать, как сейчас по телемедицине, по интернету без проблем. Для медосмотров ЭКГ будет в отдельном кабинете, чтобы пациенты, которые идут на ЭКГ по заболеванию, не пересекались с медосмотрами. Это разные кабинеты. Соответственно, сокращение времени ожидания и просто отсутствие контакта болеющего человека с человеком, который идет по медосмотру. Закуплен также аудиометр. Это оборудование для проверки слуха, как для больных пациентов, так и для пациентов, которые идут по медосмотру. Плюс поступил новый аппарат для холтеровского мониторирования ЭКГ. Это суточная запись ЭКГ аппарата, имеет 12 каналов. Для базового осмотра хватает и трех. В некоторых вопросах требуется 12. Не всегда в некоторых вопросах, например, для оперативного лечения, когда вопрос конкретно расположения, нарушения ритма и так далее, требуется 12. Не всегда, но это лучше. Чем стало лучше? Тем, что стало аппаратов больше, людей мы берем больше, сроки ожидания обследования меньше, все довольны. Не более двух минут теперь уходит на получение результатов анализов на глюкозу и лактат благодаря современному анализатору, работающему в круглосуточном режиме. Отлично показал себя в работе иммуноферментный анализатор, определяющий наличие различных антител для выявления заболеваний. Также приобретен бинокулярный микроскоп для исследования формологии в биологических жидкостях. Теперь многие анализы, ранее не выполнявшиеся, проводятся своевременно и с высоким уровнем точности. Кроме оборудования для медсанчасти, мы обновили полностью весь парк компьютеров. Сейчас компьютеры есть отдельно у врача, отдельно у медсестры, и каждый из них изолированно работает в программах. Переходим постепенно мы на новую программу КПС МСО, которая позволит нам работать именно в электронных амбулаторных картах, что, конечно, существенно сократит временные затраты. И мы будем видеть сразу историю пациента за весь период в электронном виде. Наш проект не заканчивается. Мы продолжаем работать и с регистратурой, отлаживать ее работу. Если вы заметили, в поликлинике появились экраны, соответственно, эта электронная очередь перейдет в кабинеты врачей. То есть врач будет видеть у себя в программе, что у него подошел, например, участник или инвалид Великой Отечественной войны, и он его вызовет в первую очередь. Либо пациент пришел только выписать рецепт, соответственно, зачем ему сидеть там так долго, это можно сделать быстро. Пациент пришел на перевязку, либо пришел пациент на больничный лист. Это все будет врач видеть. В тестовом режиме мы в ближайшее время начнем работать в кабинете хирурга. Наш коллектив прилагает усилия, чтобы помощь была вовремя, в срок и качественный. 27 декабря обновленный зрительный зал «Цесоний Трино» приветливо распахнул свои двери для гостей. В честь профессионального праздника Дня энергетика состоялся торжественный вечер, на котором искренние слаблагодарности и признательности за добросовестный труд и любовь к своему делу звучали в адрес атомщиков. Директор Смоленской АЭС Павел Лубенский вручил отраслевые и корпоративные знаки отличия, грамоты и благодарственные письма лучшим работникам предприятия. Музыкальными подарками для энергетиков стали искрометные и душевные концертные выступления творческих коллективов сектора культурно-досуговой и спортивной работы ППО с АЭС. Финальным аккордом встречи стал фейверк, расцветивший небо от Тамграда. В конце декабря в Цессонии Трино состоялось торжественное награждение победителей и призеров литературного и интеллектуального конкурса в Смоленской АЭС, посвященных Году охраны труда, здоровья и здорового образа жизни в Росатоме. В этом году в викторине «Атомный эрудит» приняли участие около 50 человек – работники Смоленской АЭС, подрядных организаций, учащихся школ. Самыми активными подразделениями стали электроцех и отдел ядерной безопасности и надежности. Победу в пятом туре одержал Иван Алан, инженер-технолог электрического цеха, который принимал участие и правильно отвечал практически в каждом туре викторины, не раз становился победителем. Литературный дар удел избранных. Работы, представленные на конкурс, отречались глубиной, эмоциональностью, оригинальностью. На суджюри авторы представили более 20 творческих работ в разных жанрах – стихи, проза, эссе, зарисовки. На встрече они с удовольствием поделились своими поэтическими произведениями, посвященными первостроителям, уникальной природе Десногорска, безопасности атомной станции. Первое место занял инженер-технолог отдела метрологии Ярослав Команенков. Второе место – учащаяся школой номер 4 Алена Макаганчук. Третье место – ветеран труда Светлана Гринченко. За активное участие и творческое мастерство, дипломами и подарками отмечены более 10 авторов. Мои бабушки, дедушки и папа работают на атомной станции, ну и я про это написал. Дети и взрослые, и бабушки, и средний возраст, все участвуют как бы демократично, понимаете. И мне понравился судей с объективной. Уважаемые Десногорцы, приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в нашем городе. 18 января в 10.00 ФОК Десна – открытие патриотического клуба «Атом» по практической стрельбе из пневматического пистолета. Также осуществляется набор в команду. Приглашаются школьники от 10 до 15 лет. Контактный телефон вы можете видеть на экране. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанцией вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok